Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня готовим печёночный паштет. Что нам нужно? Нам нужна печёнка. В данный момент у меня говяжья, но можно со свиной делать, можно с куриной, индюшиной тоже можно. Всё очень вкусно получается. Морковка, лук репчатый, сливочное масло и растительное масло. Для начала мы печёнку помыли, убрали все плёночки и потом порежем на кусочки. Морковку и лук я тоже режу мелко на кусочки. И сейчас я покажу, что я буду делать дальше. Лук я порезала и морковку порезала. Очерёдность будет такая. Сначала отправляем лук. Нальём растительного масла на сковородку и на горячую сковородочку отправляем лук. И притушиваем его немножко. Чуть-чуть буквально. Почему мелко режу? Потому что нам нужно эти продукты, морковка и лук, плохо дорезала. Почему я режу кубиками, вот морковку особенно, смотрите. Потому что она должна протушиться успеть. Мы же будем блендером пробивать и она должна быть готовая. Если это крупно колечками, то будет долго готовиться. Нам нужно побыстрее. Значит, лук мы немножко пассируем, потом бросим морковку. Лук у нас немножко потушился, стал более прозрачным. И мы добавляем морковку в сковородку. Вот я потом остальную. Перемешиваем. И начинаем тушиться под крышечкой. Нам нужно, чтобы морковка и лук были мягкими, протушенными. Доведем до готовности морковку и лук. Так, морковку и лук мы протушили. Главное, лук нам не поджарить. Потому что мы же будем на блендере, а он жареный будет, потом плохо перебивается. А морковку можно проверить. Вот сейчас я уже проверяла. Вот морковочку, вот так, если она деревянной лопаточкой продавливается, значит она готова. Видите, у меня продавливается. А, вот, подведу. Вот так, она прям прокалывается. Все, добавляем. Порезала я, не показала. Порезала я на вот такие кусочки. Ну, где-то 2 на 2, 3 на 3. Вот так вот. Все, я отправляю в печенку, в сковородку. Значит, тушила я овощи. Сейчас я увеличиваю огонь. Сразу я тушила лук с морковкой на среднем огне. А потом маленький огонь сделала, для того, чтобы она, я же говорю, не поджарилась. Теперь я увеличиваю огонь немножко. И сейчас размешаем вот так. Печенка готовится очень быстро. Сначала она схватится сверху. И потом нужно ее довести до того состояния, чтобы не было внутри, ну, не кровило, чтобы она вообще вся стала такая, знаете, вот сейчас покажу, вот какого. Вот она, вот она уже, видите, теряет цвет свой красный. Сейчас, извините, звоню. Извините, внук со школы пришел, позвонил ей. Так, смотрите, продолжаем жарить на вот таком, как бы показать, вот такой огонь. Хороший, но не совсем максимум, но чуть больше среднего. Надо нам довести, чтобы она вся крост, как бы, ну, чтобы печенка протушилась, чтобы не была краганая. Так, сначала мы, смотрите, будем солить еще. Мы же не солили? Значит, солим. По вкусу, опять же. Кто что любит, как любит. Одни любят соленые, другие малосольные. Теперь перчик. Перчик черный, фигуршистый. Ну, этот черный обычный. Можно еще вот смесь. Кто любит смесь, я немножко добавлю смесью. Смесь перцев. Все, значит, соль, черный перец, а смесь на усмотрение. И перемешаем. Готовим мы ее на растительном масле все время. То есть, сковородки сливочного масла у меня нет. Так, помешиваем. И накрываем. Все, готово. Все, перечет, она что-то готова. Где-то даже 5 минут, может, прошло, не прошло. Сейчас я покажу вам. Вот я, смотрите, сейчас, как бы мне... Ну, одну вот, один кусочек, вот он большой. Я должна разломать. Вот если он внутри. Вот видите, еще есть. Вот есть еще немножко красного. потушим на маленьком огне, под крышечкой. Еще минуту, может быть, нужно потушить. Я не люблю, когда она... Сейчас проверю еще вот эту. Вот это уже вот она. Вот я ее разрезала. Она уже почти готова. Ну, а опять телефон мне звонит. Криченка наша готова. Мы ее выключаем. Все, накрываем крышкой. И пусть она стоит, остывает. Когда она будет тепленькая, мы ее будем перебивать в блендере. Горячую не будем, потому что, ну, нет, лучше такую тепленькую. Подключимся, когда печенка остынет. Мы переложили нашу печенку в емкость и будем сейчас взбивать. Теперь, ложим масло. Вот, положили масло. И будем с маслом взбивать. Мы взбили паштет. Вот он у нас такой вот. Это же масло здесь. Здесь получается, он еще чуть-чуть тепленький, как моя рука. То есть здесь градусов 37, но это силы 40. Масло не должно так прям расплавляться, как на сковородке. А оно просто мягкое, размягчилось здесь все. Теперь формочку перельем. Я, сейчас, подождите. Рецепт, забыла слово. Рецепт скажу, напишу, напишу под видео. Потому что у меня здесь больше печенка. Вообще на полкило рецепт идет. Я скажу, напишу все. Так что. Вот, почти переложили формочку в холодильник. А потом, пожалуйста, на хлебушек мажьте. Яйца фаршируйте. И так ложкой ешьте, как хотите. Единственное, что я забыла сказать. Когда печеночка остыла, ну, такая тепленькая стала, попробуйте саму печенку на соль. Как она на соль. И все. Вот хочу сказать, сейчас такие появились. Ну, может, она давно уже есть. Стеклянные формочки. Емкости такие. И крышка закрывается. Для холодильника очень удобно. Очень удобно. Вот так вот закрыть. Сейчас одной рукой не получается. Друг на дружку ставится. Ну, очень удобно. Стекло. Все-таки стекло лучше хранить, чем в пластмассе. Все. Все. Всего хорошего. Готовьте со мной. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Заходите в гости. Хочу еще показать вам, сколько получилось из полкило печенки. Вот из полкило. Получаются вот такие две вазочки. Вот такая побольше. Это диаметр у нее где-то 8. Это диаметр 10. А здесь диаметр, наверное, 14. Это такая маленькая. Очень вкусный паштет. Попробуйте. Я все стараюсь рецепты упрощать. У меня вы подумаете, что я, может, неправильно делаю, потому что они через мясорубку. Поверьте мне, шикарный паштет. Как масло. Как в Советском Союзе. Тот паштет, который продавался, перебивает блендер шикарно. Пробуйте.